Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонд, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству денег. Были 6 соток, но где в последнее время земля вроде бы и продавалась, но по убийственным ценам часто. Больше того, как выяснилось из нашей беседы с Юрием Трутневым, речь идет действительно не только о Дальнем Востоке. Смотрим и слушаем. Юрий Петрович, вы, привычки, встали со стороны Дальнего Востока. И разговор у нас будет о вашем желании раздать по 5 гектаров земли любому желающему. Но я сразу хотел подчеркнуть, что разговор действительно про всю страну. Потому что я давеча ехал отсюда, из Санкт-Петербурга в Вологду. И вот как только мы пересели границу Ленинградской области, там мелькнули какие-то черные лесорубы. А дальше вообще ничего. Там на горизонте мелькнул череповец, ни одной деревни, ничего. Поэтому я думаю, что разговор о том, чтобы по 5 гектаров раздать, он касается всей страны. На каких условиях вы хотите раздавать по 5 гектаров любому желающему? Ну вот, наверное, первое, над чем мы думаем, это все-таки не условия. А то, на что люди смогут использовать. Какую именно землю мы можем выделять. И, наверное, один из самых больших вопросов, это создание такого механизма, когда люди будут уверены, что вот этим предоставлением земли никто не спекулирует. Что это все прозрачно, понятно. И что, скажем так, человек в состоянии выбрать любой свободный участок. Вы меня, кстати, не поправили занятно. Я сказал 5 гектаров. Действительно, 5 гектаров это инициатива уже магаданского губернатора. Говорит, хоть по 5. Ваш предложение касается одного гектара. Единица. На что? Вы знаете, я считаю, что нельзя придумывать идеи использования земли на Дальнем Востоке, сидя в Москве в кабинете в Белом доме. Мне кажется, что вот этот гектар земли, который мы сейчас хотим предоставить, к 5 еще вернусь, это просто повышение степени экономической свободы людей. То есть, чем меньше мы поставим ограничений в использовании, тем лучше. Люди могут заниматься лесным хозяйством, могут заниматься агрокультурой, могут построить туристический приют или базу. Все что угодно. Жилые поселки, производство. Нет? Пожалуйста. И что, вот как в Столыпинские времена, как давали землю в Сибири, здесь вот приходишь, даешь проект и получаешь этот 1 гектар? Даже проект, я считаю, что не надо. Принцип должен быть другой. Вот человек приходит и говорит, висит карта, электронная по возможности, в интернете, где выделены все те территории, на которых можно получить участок. Человек говорит, я хочу участок вот здесь. И, собственно, все. Мы говорили, когда я докладывал президенту, говорили о сроке проверки через 5 лет использования. Вот здесь я считаю, что можно этот срок еще подвигать. Мне кажется, 5 лет это все-таки долго ждать. Может быть, установить срок около 3 лет, мы еще подумаем, посоветуемся. Но принцип такой, человек думает, использует землю, через 3 года приходим к нему, смотрим, земля действительно используется, приносит пользу человеку, приносит пользу государству. Мы ее оформляем на, скажем так, уже длительный срок в аренду или в собственность. Об этом тоже еще надо подумать. Не используется, ну, значит, измените из-за меня. Вы сейчас образно сказали, вот хочу землю здесь, и показали на стык Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Первый под вопрос. Вы во время встречи президента сказали, что вокруг больших городов землю выдавать не будете. Почему? Потому что не сможем обеспечить справедливое предоставление земельных участков. Потому что нам надо, чтобы вот эти земельные участки по гектару имели примерно равную стоимость. Как только мы войдем в черту городов, то близость к инфраструктуре, энергетика, дороги, там расположение на берегу реки и так далее, начнут играть настолько большую роль. Я сегодня не представляю, как в этом случае убрать злоупотребление, убрать коррупционные риски. А входить в такую историю, что-то давать миллионам людей с коррупционными рисками невозможно. Но с другой стороны, городам принадлежит на Дальнем Востоке всего, сейчас я на память скажу, 1,18% территории. Остальные 99% в конце концов не так далеко от города могут оказаться на предмет того, чтобы сделать экономически выгодный проект. Второй подвопрос. Мы с вами до сих пор не коснулись вот этой красной черты, государственной границы. Вдоль нее будут давать участки? Там земли хорошие, очень часто. Ответ да. Да? Ответ да. По берегам Амура? Конечно. А если получит человек участок, издаст его в субаренду корейцам или китайцам? Понимаете, мы сразу говорили о том, что все эти территории должны быть защищены от перепродажи или передачи иностранцам. Многие люди уже задают вопрос, а если это сделают там подпольно как-то? Если будет подставной какой-нибудь человек? Ну, ответ очень простой. Если это будет сделано подпольно, то законных возможностей претендовать на этот участок не возникнет. Никакой суд никогда не примет такого решения. И вот для этого как раз вы продумываете проверки, да, через пять лет, а может быть через три? В том числе. И я вот когда начал говорить о свободе воли и земли, о возможности ими принимать решение, чем именно заниматься на этом участке, я в том числе хотел сказать и о том, что сегодня в законодательстве существует достаточно сложный механизм зонирования. Вот это земля сельскохозяйственного назначения, вот это земля промышленности и так далее, и так далее. Вот если мы хотим реализовать этот проект, я считаю, что в рамках этого проекта никакого зонирования земель быть не должно. То есть мы не должны навязывать людям тот или иной вид деятельности. Но это вы говорите в таком случае о переменных законодательствах, действительно касающихся же всей России. Потому что подобного рода ограничения часто сковывают инициации у людей в совсем других регионах. Мы против них давно боремся. Еще когда я работал в администрации президента, мы готовили заседание государственного совета. И были эти предложения по поводу отмены зонирования в рамках всей территории Российской Федерации. Вообще я хочу сказать, что когда президент поставил задачу ускоренного развития Дальнего Востока, и мы взялись за ее исполнение, мы совершенно точно понимаем, что мы обязаны создавать лучшие примеры развития, которые совершенно не обязательно всегда будут жить только на Дальнем Востоке. Поэтому мы будем стараться создавать такие оболочки, такие условия для жизни, для работы людей, которые сегодня будут помогать на Дальнем Востоке, а дальше будут помогать на всей территории нашей страны. Людмитрий Ильич, ну в таком случае, конечно, неудобно к вам обращаться как к такому большому государственному мужу, попросить вас выступить в другой ипостаси, но выступите как агент недвижимости. Вот перед вами потенциальный приобретатель одного гектара земли на Дальнем Востоке. Что бы посоветовали? Вы знаете, мне очень Камчатка нравится. Ну, уникальная совершенно территория. Это точно территория, на которой могут быть места отдыха, куда приедут отдыхать и россияне, и очень много людей с любой территории земного шара с удовольствием посмотрят Камчатку. И еще что хочу сказать. Вот вы правильно сказали, там 5 гектаров, 1 гектар. И совершенно не факт, что для ведения, например, лесного хозяйства, может быть ведение охотничьего хозяйства. Хватит одного гектара? Хватит одного гектара. Но мы с чего должны начать. Если мы дадим гектар бесплатно, то следующее, что мы, на мой взгляд, обязаны сделать, это мы обязаны дать возможность уже на платной основе получить рядом то количество земли, которое необходимо для ведения бизнеса. То есть, взял сегодня гектар, а завтра, скажем так, по дешевой стоимости. Может быть, и, ну, я думаю, что все-таки платно, хотя бы с затратами на межевание. На льготных условиях, но тем не менее, человек хочет получить там 5 гектар, да пожалуйста, Бога ради. У нас, я приводил цифры на встречу с президентом, у нас даже с учетом миграционного притока, получается, что мы потратим на всю программу, если каждый житель Дальнего Востока захочет по 1 гектару, плюс приедет миллион человек туда, даже в этом случае мы почти ничего не израсходуем. Но тем не менее, какое-то время на обсуждение пройдет, постараемся, чтобы оно было коротким, там до месяца, может быть. Ну что, спасибо, Игорь Петрович, хорошего года. Так, добрый день. Друзья, как видно, как слышно? Так. Алексей, как звук? Угу, так, отлично. Ну что, друзья, как мы говорили на прошлых вебинарах, потом анонс, который сейчас прошел вчера, мы начинаем, в конце такая травма лучше заменить, вот, но это, друзья, это торжественная музыка, вот. Значит, смотрите, мы подошли, и сейчас фактически мы на двух крайних вебинарах с Алексеем, мы подвели такие итоги, которыми к сегодняшнему моменту мы подошли, и анализ, в общем-то, показывает о том, что мы всей своей работой, командой, которая сейчас собралась, работа, которая сейчас двигается, мы подошли к новому уровню, к новому этапу, и он сейчас начинается именно исходя из того результата, из того анализа, к которому мы сейчас подошли. Вот, то есть мы уже говорили, что проект Skyway Invest Group запущен полным ходом, то есть краудинвестинговая система, система инвестирования, она работает, фонд прямых инвестиций в программу Skyway, он сейчас уже нарастающий, постоянно увеличивает свои обороты, и идет работа в КБ, идет оформление земли, это все мы сталкиваемся и работаем с конструкторским бюро в Минске, вот, то есть эта работа очень активным образом сейчас двигает. Но по мере того, как мы с вами двигались, как мы еще искали интересные направления, и куда можно было двигаться и развивать именно технологию транспорта второго уровня, транснета, вот мы с вами подошли, и вы все свидетели этого процесса, мы подошли к оформлению гектара землины. Это то, что нам сегодня обещает и президент, и Трутнев, как представитель Дальневосточного. Эта работа активным образом идет, мы с вами продолжаем собирать заявки, которых уже там за 12 тысяч давно перешло, и мы сейчас пошли, как я вам говорил, по двум направлениям. Первое, это оформление напрямую через Росреестр, где пишется заявка, и второе, это через прямые договора с губернаторами, которые выделяют землю, как сказал Трутнев, в недоступных на сегодняшних, и, соответственно, по цене сегодняшней ноль. А наша задача, запуская проект линейного города, то есть нового экономического развития, нового поселения, новой экономики, соответственно, это даст новый стимул развития этой земли, и то, что сегодня государство дает как стимул развития, но стоит это сегодня ноль, через некоторое время должно стоить определенных очень серьезных. И мы с вами эту программу реализуем, вы большинство в ней участники. И таким образом, друзья, мы подошли сегодня к тому, что для введения новой формы работы, то есть новой экономической эволюции мира, о которой мы не раз уже говорили, и это как сопутствующая часть развития технологического процесса, то есть шестого технологического уклада, когда приходят новые технологии, и цивилизация выходит на новый технологический уровень. Соответственно, сегодня это построение новой сети Транснет, и все, что связано с технологиями достроения сети интернет в новой, скажем так, новой постаси. Так вот, сегодня очень новые процессы, которые должны идти параллельно. И мы, изучив и серьезно работая в этом направлении, мы поняли, что потребка операции, потребительское общество, которое сегодня нами создано, которое так и называется Евразия, цель которого – это внедрение технологий освоения территорий и построение линейного города. Евразия – это как раз и является той формой, которая сегодня крайне востребована и крайне необходима. Вся наша команда, мы изучили очень серьезно опыт работы по потребительским обществам, изучили все законодательство, которое есть у нас в России, за рубежом, и однозначно можно сказать, что это действительно новая веха, новое направление, которое мы сейчас, как образовательный проект, как проект, который доводит информацию о новых технологиях, о новых экономических формах, мы как раз сейчас берем для себя задачу – это довести информацию, довести обучение именно по программе потребительского общества, чтобы вы четко понимали, что это такое, что зародилось это не сегодня и не вчера, а этому движению уже более 150 лет, что в России у него очень серьезные корни. И как сегодня из интервью слышали, наверное, Брилева с Трутневым о том, что еще Столыпин в свое время запускал программу потребительских обществ именно для освоения Сибири и Дальнего Востока, и тогда выдавалось по 3 и даже по 5 гектар земли, а еще часть земли до 17 гектар можно было бы купать по очень дешевым ставкам, и таким образом порядка 2,5 миллионов семей до 17 года, пока эта программа была, воспользовались этой программой, и потребка операции – это было мощнейшее движение в России, и потребительский банк, именно кооперационный банк, был самым крупным банком в Европе, который предоставлял суды на развитие, который занимался именно, работал как касса взаимопомощи, где можно было работать. Так вот, сегодня на новых принципах эта работа вся возрождается, мы абсолютно уверены, что потребка операции и потребительское общество – это то будущее, которое сможет именно справедливо осваивать территории, которые могут именно справедливо распределять результаты труда, что уйти от того абсурда, который сегодня существует и в России, да и не только в России, а в называемом цивилизованном западном мире, когда менее 10% населения владеет 90% ресурсов. В России эта концентрация еще более ярко выражена, когда такие бойцы, как Абрамович, еще ряд олигархов, так называемых, они владеют сегодня основными ресурсами страны, причем это все такие, как Алишер, Усманов, Потанин и так далее, мы всех знаем по пальцам, соответственно, они обладают колоссальными ресурсами, но что у всех вызывает вопросы, что ресурсы эти создавали не они, а создавали десятилетия в Советском Союзе, а перераспределены они сегодня при очень ограниченном количестве людей, которые зачастую с Россией уже не имеют ничего общего. Так вот, сегодняшняя программа и сегодняшние задачи, которые стоят, они будут по темпам развития и по экономике, которые будут создаваться, несоизмеримым с тем, что сегодня есть. Будут создаваться компании, которые будут намного мощнее, чем сегодняшний «Газпром», чем сегодняшний «Роснефть», чем сегодняшний «Норильский никель». Эти компании будут возникать на новых месторождениях, используемся новых технологий. Так вот, задача, которую мы сейчас перед собой ставим, и которую мы видим, чтобы развивалось и делалось, чтобы распределение этих ресурсов шло по совсем другому принципу, чем сложилось за последние десятилетия, когда очень ограниченный круг людей, соответственно, может владеть и пользоваться результатами и внедрения нового технологического уклада, и, соответственно, освоения новых территорий и месторождения. Так вот, потребка операций в потребительском обществе – это невозможно. Оно создано для того, чтобы удовлетворять потребности людей, и как раз взаимоотношение и распределение результатов деятельности внутри, оно намного более справедливо, чем в тех же акционерных обществах, цель которого – получение прибыли, и, соответственно, в обществах с ограниченной ответственностью, и так далее, во всех юридических формах, которые сегодня существуют. Потребительская кооперация и потребительское общество – оно создано для удовлетворения потребностей пайщиков, то есть тех, кто входит в него. И мы как раз сейчас запускаем процесс, когда все наши партнеры, акционеры, которые пришли в Skyway Invest Group, они получат возможность стать пайщиками потребительского общества Евразии, именно за целью и задачей которых – это развитие и удовлетворение потребностей наших партнеров, наших, соответственно, пайщиков, которые будут сюда приходить. Вот эта работа не на один день и даже не на один год, она сегодня законодательно очень серьезно прописана, она дает абсолютно новые возможности нам для работы, для построения новых компаний, для создания новых технологий, которые сегодня активным образом финансируются нашим фондом. Таким образом, это новое направление, которое мы сейчас будем вам доносить, вам объяснять, чтобы у вас четко было понимание, четко было представление, почему мы предлагаем такую форму, почему мы воззовем сегодня потребительское общество, и почему мы считаем, что это на сегодняшний момент крайне своевременно, крайне актуально, и более того, для каждого из нас, тот, кто будет участником этого потребительского общества, крайне выгоден. Поэтому тут уже даже не столько вопросов в сложных налоговых взаимоотношениях, которые сегодня идут между компанией и государством, а потребительская кооперация, она все-таки подразумевает другие взаимоотношения. Но самое главное, как я уже сказал, это справедливое распределение тех результатов, которые мы с вами должны получить. И ту программу, скажем там, такие очень крупные масштабные проекты, которые мы в ближайшее время будем запускать, и вы будете как члены потребительского общества участвовать, это и программа самого линейного города, а он идет в непосредственной связке с программой «Сибирский холод», когда мы введем в экономику абсолютно новый ресурс, по масштабам сегодня намного мощнее, чем весь нефтяной рынок вместе взятый для всего мира. Так вот, мы только двумя-тремя компаниями рассчитываем увеличить капитализацию. Соответственно, мы сейчас прорабатываем вопрос о запуске проекта «Русский металл», то есть это освоение северных труднодоступных сегодняшними технологиями редкоземельных, цветных и черных металлов, месторождения. Так вот, капитализация этих компаний также будет превышать капитализацию сегодняшнего «Газпрома» в 3-8 раз. Поэтому то, что будет возникать в ближайшее время, это мощнейшая экономика, это мощнейшая капитализация, и как раз распределение этой капитализации, распределение доходов, оно должно идти совсем по другому принципу. И если, допустим, британское право, когда создавалась национальная компания British Petroleum, ABP, соответственно, она создавалась, когда росла Британская империя, и туда входили нефтяные активы, которые были за рубежом, соответственно, Британская империя. Так вот, они законодательно приняли акт о том, что в одних руках не может сосредотачиваться пакет более 1,2%. Таким образом, сразу заложили вопрос, чтобы национальная компания не могла оказаться у одной группы, у одной семьи в руках управления. И за всю историю существования British Petroleum ни разу не было случая, даже аффилированное владение пакетом более 1,2%. Соответственно, это уже попытка заложить и более-менее распределить равномерно доходы от такой мощнейшей отрасли, как стала British Petroleum. Так вот, мы, друзья, хотим пойти еще дальше. Мы хотим изначально заложить вопрос, что та капитализация, которая будет давать, капитализация сибирского холода или освоение редкоземельных металлов, или еще ряд очень перспективных месторождений, чтобы она через потребко-аберацию привлекала и приносила прибыль как можно для большего количества людей. Соответственно, чтобы не было такого дикого концентрации капитала, как сегодня находится у наших олигархов, когда 2-3 десятка людей владеют всеми ресурсами страны. Соответственно, мы считаем, что при развитии это все постепенно нивелируется, и мы на протяжении 10-15 лет создадим более справедливое распределение активов и ресурсов и, соответственно, более привлекательное для жизни и для развития общества, которое сейчас мы предполагаем строить на евразийском континенте, на нашем линейном городе Евразия. Ну, друзья, это как такое общее введение. Сейчас более подробно я передаю слово своему другу, партнеру, нашему с вами коллеге, это Андрей Хавратов, который сейчас явился именно идеологом направления потребкооперации. Он в свое время ввел такое понятие, как новая экономическая эволюция мира, вслед за шестым технологическим укладом, то есть когда новые технологические возможности дают новые возможности для развития человека, развития личности, развития общества. И, соответственно, мы сейчас подошли к тому, что это становится нашим основным приоритетом. Вот, потом подключится и выступит очень каратенько Леша Суходоев, как всегда. Ну, и я в конце подведу определенные итоги для того, чтобы нам задать вектор на ближайшее движение дальше. Да, Андрей, у тебя изображение есть, а звука пока не слышно. Так, Андрей. Я его выключил, чтобы не фонило. А, все, давай, давай, я передаю слово, отключаюсь. Приветствую, дорогие друзья, рад вас видеть. А у нас вообще, а у нас 210 человек, я вспоминаю, когда, да, до 60 человек было. Это, знаете, наверное, большая часть, вот, можно поставить плюсики, кто из части, допустим, ну, уже за Уралье, Сибирь, да, Сибирь и Дальний Восток. Есть такие люди здесь, поставьте плюсики. Ну, я смотрю, есть люди, да. И поэтому, вообще, как меня слышно, 5 не очень, 1 плохо. У кого-то троечка. Если троечка, смотрите, наводите на мое изображение, вы можете, там ползунок есть внизу, вы можете лучше слышать. Отлично, дорогие друзья. А почему я переехал сейчас, можно сказать, в сибирские такие, по времени, по крайней мере, как в сибирске, развитие будет. Вот мне вот Миша Шеринген на Алтае выслал мне фотографии земли, просто чудесная земля, красота, как говорят, необетованная, да, прерывистый звук, да. Но я постараюсь не сильно громко, чтобы он не плавал. Так вот, дорогие друзья, преимущества и выживания. Давайте, мы с вами перейдем к этой теме. Я буквально недолго, основную часть я подготовлю на 16-е. до 16-е у нас будет, не помню, в которое время, будет телемост. И я подготовлю основные такие тези. Но сегодня мы с вами чуть-чуть разберем, коммерческое или кооперативное развитие, в чем выгода потребителя, именно потребителя, дорогие друзья. Потому что сегодня кооперативное движение в России, Россия лидирует в этом плане. И недаром это исторически связано, еще больше 150 лет кооперативного движения. Но, тем не менее, кооперативное движение идет и в мир. Оказывается, и в Англии, и даже и на территории Америки, и в азиатских странах существует кооперативное движение. То есть, что это такое, и насколько это выгодно для потребителя. Сейчас, буквально минут 15, я хочу показать именно вам, как потребителям, и я, когда я осознал выгоду, я понял, что это то, что необходимо для того, чтобы реализовать те планы новой экономической эволюции мира, которые идут и которые мы планируем сделать вместе с проектом по Евразии. Дальше, кооперативное предпринимательство мы разберем с вами. И вот здесь есть один такой момент, хочу сказать, что, дорогие друзья, много обучающих по кооперации есть. Но, когда мы столкнулись, я начал изучать, я понял одну такую важную вещь, что все эти обучающие школы, они направлены на то, чтобы предпринимателя и предпринимателя перевести в разряд потребительской операции. И сегодня огромное количество предпринимателей начали переходить в потребительскую операцию. Это да, здорово. Но у них стопорно стопорно люди просто не понимают, что это такое потребительская кооперация. И вот гражданам постсоветского союза немножко это понятно. А вот людям капиталистического склада ума, потому что капиталистический склад ума основан на и коммерческое мышление оно средствует в том, что необходимо получить доход, прибыль, как-то сократить налоги, как-то сократить налоги и каким-то образом уже получить выгоду. Вот здесь хочу показать сейчас табличку следующую. Я думал, здесь другой класс, поэтому разберем так, как оно есть. Вот смотрите, коммерческое развитие и кооперативное развитие. В коммерческом развитии, скажем так, любой человек по квадранту денежного потока Роберта Кийосаки служащие и рабочие, называют отруженики, предприниматели, бизнесмены и инвесторы. Но все люди, дорогие друзья, постоянно прерывается звук. не знаю, почему, наверное, у меня это. Так вот, все эти категории граждан, людей, они хотят получить выгоду. Для этого они зарабатывают деньги. Либо труженик на работе, либо предприниматель создает предпринимательский бизнес, либо бизнесмен создает систему бизнеса, либо инвестор куда-то вкладывает для того, чтобы получать процент от этого и жить на проценте. Ну, дорогие друзья, ну, ничего я не сделаю, давайте вот, Галина говорит, все и вот посмотрите какой интересный момент, что человек работает для того, чтобы получить деньги, я вот здесь и мы видим, он хочет получить выгоды, то есть он работает для чего? Чтобы получить деньги и на эти деньги получить выгоды определенные в определенных благах. это какие блага? Хорошая жизнь, то есть достаток, хорошее жилье, квартира, либо дом, либо загородный дом, либо несколько домов, мобиль, путешествие, достойное образование, обеспеченная старость. Вот для этого в принципе работает и к сожалению коммерческий склад массы работают, он должен заплатить налоги, он должен заплатить налоги, а потом на то, что осталось, он должен заплатить ту выгоду, которая есть. И посмотрите самый интересный факт, вот в чем самый интересный факт, что так как они работают в коммерческом направлении, а любая компания, когда мы открываем коммерческую компанию, цель открытия коммерческого компании, либо предприниматель с коммерсант, либо без прибыли, а есть некоторые формы, какие бы законы не делали, я вспоминаю, когда у меня были склады оптовые, магазины, когда я уловил суть, связанную с определенным налогом вообще не платил потому что у меня был товар, у меня был товарооборот, и я создавал таким образом, что у меня на конец месяца всегда товар больше, чем было в начальном месте, то есть у меня практически НДС я не платил ночь, в какое-то время определенным количеством товара иметь прибыль, естественно начинаешь платить налоги, но тоже есть определенные формы, когда строительство и таким образом уходишь естественно почему ты должен платить, ну по крайней не создал, а ты уже должен заплатить, да вот задается вопрос, ты еще не создал ничего, ты еще никакого блага себе не получил, но ты должен заплатить налоги, либо разрешение, либо лицензии, и самое интересное, человек труженик, он еще не получил на руки деньги, он уже занимается налоги, и если человек хочет быть предпринимателем, у него заплати уже за разрешение, а если ты хочешь заниматься бизнесом, либо инвестиционным направлением, вообще заплати за лицензии, и так далее, платы небольшие, но очень много нужно ждать, много нужно разных инстанций пройти, и так далее, и так далее, и так далее, то есть смысл коммерческом смысле работы, в любом коммерческом смысле, у человека, даже труженика, коммерческий склад ума, он получил деньги для того, чтобы получить благо, у него изымаются налоги, а иногда люди, если не платят налоги, их даже садят в тюрьму, в загранице не заплатил налоги, сел в тюрьму, ну просто смешно, я считаю, что этого не должно быть в отрести, он не получил выгоды, в первую очередь, какие налоги у него не получил в тюрьму, противное развитие, труженик, предприниматель, бизнесмен, ну у кого сплошное бульканье, дорогие друзья, отключитесь, я думаю, чтобы пока меня не слушайте, дождитесь пока Сергей Сибиряков будет, потом в воскресенье мы еще послушаем, также я запишу видео по этому поводу и мы сделаем рассылочку видео именно по потребной операции, потому что сейчас я буду создавать ряд школ именно и видеоуроков в чем выгода потребительской кооперации лично именно лично для самого человека, для самого потребителя. И вот смотрите, если говорить языком выгоды, то в кооперативном развитии, именно в кооперативном развитии, человек сначала может получить выгоды, то есть высокий уровень жизни, доста жилье, автомобиль и так далее, и даже уже обеспечить себе пенсионное так называемое состояние, и только потом, приведу как простой пример, чтобы понимали, если у тебя появляется дом, а он может быть как возврат паевого взноса и за это ты налог не платишь и ты пользуешься этим домом, и ты живешь в нем, то ты ничего не платишь, но только может быть налог на землю, может быть еще там какие-то сбок, но когда заплатите вы налог, тогда вы захотите продать этот дом, когда вы захотите продать автомобиль, конечно же вы должны заплатить налог. Если определен количества так называемых вот этих вот возвратных паевых взносов в виде ваших активов, то вы сможете найти семейный, при котором может идти очень хороший развитие, и мы будем обучать в течение почему мы открываем университет новое разного вы как пайщик вы сможете таким образом вести деятельность предпринимательскую так называемое предпринимательство. Будете пользоваться всеми блага и налог вы забудете только тогда, когда появится коммерческий мотив. Может быть можно понять то, я говорю. В субботу я сделаю знания, но потом я создам видеоуроки постепенно, вот знаете, как 8 человек в инвестиции. Точно так же я буду на примере предпринимательства, бизнеса, инвестиций показывать, в чем выгода кооперативного развития лично для человека. Так вот, теперь давайте посмотрим. И поставьте плюс лично для вас, как для человека, что выгоднее? Сначала и вы трудитесь на благо там может быть либо вы труженик предприниматель, сначала получить выгоды, а потом платить налоги, либо сначала оплатить налоги и потом на то, что останется для кого первый вариант более подходящий. именно для вас, как для потребителей. Что сначала ты получаешь выгоду лично для себя, а потом когда появляется коммерческий мотив, тогда ты плачешь любого из ваших знакомых. Что для тебя важнее, что для тебя выгоднее сначала получить выгоды в виде достатка, жилья, автомобиля, путешествия, достойное образование детей и так активное движение выгода. Именно поэтому мы должны заняться еще и с июня, с июля месяца так называемой потребительской кооперации именно для человека. Я для принимательства выгоду и выгода для даже на простом примере, такой примитивный простой пример, дорогие друзья, у нас есть клиент булки хлеба, я написал, да, вот клиент, который хочет купить булку хлеба, что в коммерческом смысле слова происходит? Значит, он идет в магазин, естественно, он платит налоги, а магазин, где берет хлеб? Естественно, у хлебозавода. Хлебозавод, он платит налоги, потому что есть налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. А еще сотрудники, которые работают, тоже есть налоги. Пенсионные, сборы разные, у людей небольшие такие зарплаты. Взять бывший Советский Союз, постсоветское пространство, в европейских и западных странах, немножко другая налоговая политика. Так вот, вопрос в том, что более 50% оплаты налогов идет, ну, скажем так, если человеку начислить 500 долларов зарплаты, то компания за него заплатит примерно 50% она заплатит налог. Плюс он сам заплатит налог там 13 или 18 процентов. Так вот, посмотрите, первая часть, мы смотрим, коммерческая вырастила пшеницу. Он вырастил пшеницы, как только он продал на мельницу, он сразу же заплатил. Если не заплатил, то ему записали, ты должен заплатить налог, у тебя записано, ты теперь нам должен. Все, клеймо такое, ты нам должен. Второе, мельница сделала, продает хлебозаводу, хлебозавод, вернее, мельница налог добавлю стоимость, естественно, если остается прибыль, то налог на прибыль. И обязательно, если ты не платишь хотя бы, у тебя нету там хотя бы 5% прибыли, а если у тебя там 1,5 или 0,5% прибыли, то вообще приходят и говорят, а ну давай мы тебя будем проверять. И разницы нет, это агрофирма, либо это мельница, либо это связано с сельским хозяйством, хлеба, он отдает магазин, он платит налог. Налог, 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 да, и мы, как потребители, приходя в магазин, мы оплачиваем все эти налоги практически, на нас это ложится, дорогие друзья. И теперь давайте посмотрим выгоду, если все эти агрофирма, мельница, хлебозавод, магазин будут потреб кооперации, и мы, как пайщикам. То есть есть потребительское общество, к примеру, Евразия, например, я просто написал как Евразия, потому что мы потребительское общество Евразия, но любой потребительское общество хочет купить булку хлеба. Значит, он делает в виде денег вклад, который называется по его взнос. И посмотрите, что нам отдает. этот хлеб нам отдает. Он отдает возврат поевого взноса. То есть мы сделали поевой взнос, к примеру, 50 рублей или 20 рублей, ну за булку хлеба, да, предположим, там 100 рублей. Нам эти деньги, посмотрите, как распространяются. Магазин ему нужна он отдает часть денег естественно оставляется у себя на затраты на определенные, которые при правильном распределении даже так называемый заплат в коммерческом коммерческой структуре, которая облагается налогом, здесь может быть паевым взносом и возвратом паевого взноса. Такие моменты тоже есть. Скажем так, делает паевой взнос в виде так называемого буханки хлеба, а ему теперь самое интересное, мельница, да, на мельнице что происходит? Хлебозавод он отдает а мельница отдает в виде муки возврат паевого взноса. Понимаете, да? То есть, дорогие друзья, нет вообще коммерческого смысла, он здесь коммерческий смысл вообще не присутствует. Далее, фермер, агрофирмы, он создал пшеницу, он внес как паевой взнос, мельница отдала ему часть денег, и ввозврат взнос, и возврат паевого взноса в виде муки, в виде пшеницы, вернее, если это еще в одной системе происходит, в одной системе, да, это вообще называется система так называемого циклического потребления, при котором все деньги остаются здесь, люди все довольны, все прекрасно. Если привести пример по выгодам, которые лучше достойное жилье, опять же в системе, и вы работник этой системы, предположим, есть ряд работников, которые, да, будут получать зарплату и платить деньги, которые будут в виде паевого взноса вносить свое интеллектуальное так называемое имущество, потому что, если на мельницу паевой взнос и возврат паевого взноса в виде денежного эквивалента, дорогие друзья, вот это для производителей, для предпринимателей, для бизнесменов, для инвестиций, потому что слово инвестиций, оно подразумевает определенную прибыль или прирост капитала, но прирост капитала, это не означает, что есть прибыль, вот когда вы продали этот капитал, если вы этим капиталом пользуетесь и имеете определенные выгоды от этого капитала, который у вас акциями Apple, то 3-6 лет назад, если бы кто-то из ваших знакомых был, то через 36 лет сегодня это оценится примерно где-то 550-600 миллионов долларов, то есть если бы вы их продали эти акции, если бы это было через потребительскую кооперацию, вот тогда вы заплатили разницу, то есть 550 миллионов минус 6-8 долларов, а со социальной суммы, конечно же, вы бы заплатили налоги, но опять же, если бы это было в системе потребка операции, по классификации, к примеру, акции, как пайловой взнос, к примеру, за автомобиль, а возврат по его взносу, так здесь, никакого коммерческого смысла нету вообще, потому что ваши акции, которыми вы владеете, вот простая такая логика, либо вы опять же владеете такими акциями, которые выросли, либо активами, которые выросли в цене, и вы эти активы видите по его взносу в виде жилья, пожалуйста, вы живете, вам необходимо кровать, диван, и так далее, и так далее, вы вносите опять же апреляционный свой актив в виде благ, которыми вы должны пользоваться. Вот в этом есть огромная выгода, дорогие друзья, поставьте плюсики, аренда ким, да, если бы изначально наше правительство действительно пошло по этому пути СССР, во-первых, бы не развалили, а во-вторых, оно было бы очень, ну скажем, еще бы больше стран, приходить, кимик, 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 не надеяться на правительство, на чиновников, а нам самим делать, потому что, чтобы нам это с вами сделать, нам необходимо огромное количество, чтобы предприниматели, которые в будущем мы начнем как эти люди были заинтересованы и мы заинтересованы в них, мы тогда не будем покупать у них что-то для того, чтобы получить прибыль, а мы будем просто обмениваться по яме и так далее, и так далее, и тогда, дорогие друзья, стоимость и себестоимость огромных товаров, многих товаров и услуг, они будут стоить в гораздо, в гораздо дорогое. Дорогие друзья, плюсики, кто понял, в чем отличие кооперативного и технического предпринимательства? Отлично, дорогие друзья. Ну и общество более подробно, опять же, это буду в видеоуроках это делать, если мы создам сейчас видеоуроки, в которых буду подробно до предпринимателей, свенов, инвесторов, обыкновенных людей, насколько им выгодно быть именно в потребности, в разнице, в первую очередь, это создание вот таких линейных городов, создание, применение новых технологий, которые сегодня не могут войти, поддержание предпринимательского класса, который сегодня не может войти в розничную сеть, потому что огромное количество денег для того, чтобы входной талон оплатить, либо еще какие-то другие вещи, поэтому это трагедия разработчиков разного направления, как транспортных систем, так и систем жизне обеспечения, потому что сегодня Шеринкин мне прислал фотографии, друзья, я просто говорю, Миша, все, давай уже побыстрее, я хочу вот эти 20 гектаров, которые я себе там забил на Алтайском крае, красота неописуемая, и когда мы сможем там жить, у нас будут вот такие скоростные дороги, мы сможем жить везде, где нам хочется, дорогие друзья, и при этом получая выгоды, коммерческий мотив, коммерческую выгоду, когда вы будете получать коммерческую выгоду, ну тогда вы уже будете платить на налоги, мешаться, поэтому, дорогие друзья, хочу вам сказать, что потребительская в этом направлении, опять же, мы будем как с групп, где по Евразии как один из проектов, который поддерживает всю эту новизну для реализации и улучшения и улучшения, я рад тому, что именно у нас в России именно идет вот по такому пути, отдает землю людям, где можно создать, вот сейчас абсолютно трудно, жизнь не упала. на сегодня мое выступление, все единственное, что у нас будет эвенти, это первая годовщина Skyway Invest Group, 10-го будет встреча с инвест-консультантами, инвест-менеджерами, эксклюзивные новости, 11-го встреча с инвесторами-агентами и 12-го встреча с инвесторами-агентами, если 10-11 еще с их гостями, то 12 эксклюзивных инвесторами, ну тогда у нас уже выразиваться для наших пайщиков, то есть встреча с нашими пайщиков, кто еще не приобрел билет. Обязательно кто работает со своими страми, распечатайте в личном кабинете, что когда у нас будет и отдайте всем своим людям, всем своим знакомым, тем, кто является уже сегодня нашими клиентами. с 1-го июня стоимость билетов будет увеличена. Хорошо, дорогие друзья, всего доброго, я хочу сказать, что наше будущее зависит только от нас с вами, и приглашаем быть в нашей команде сегодня инвестором Skyway Invest Group, а уже в июне месяце пайщиком потребительского области в Азии. Я передаю слово Сергею Сибирякову, благодаря за звук, поэтому я хочу извиниться заранее за то, что у меня такого ничего страшного. Конечно, звук прерывался, но в принципе для рабочего порядка, если не обращать на это внимание, то на 10% все понятно. То есть такого, чтобы был непонятен из-за звука смысл, такого нет. Ну, а друзья, я думаю, что мы все уже привыкли к тому, что наш младший брат, он постоянно то дает сбои, то дает, так сказать, там, кальбаню. У нас были вебинары, когда через каждые 2 минуты отключался, вся комната выпадала, были такие, были, когда меня выкидывало через каждые 5 минут. Ничего страшного, друзья, это простительно нашему младшему брату, и, соответственно, когда сеть будет достраиваться дальше до транснета, когда мы с вами все будем уже пользоваться новыми возможностями, новыми качествами, соответственно, этот весь процесс будет улучшаться. Да и сейчас уже вы, наверное, видите, насколько интернет меняет свой облик, насколько он постоянно улучшает свое качество, так что, друзья, это все временные такие вопросы. Так что, тем не менее, Андрей, он тут, вот, его подход, вот, что мне очень особенно импонирует, вот он выдает, он приводит примеры, когда четко на простых примерах, это вот как из его Академии частного инвестора, когда на очень простых примерах можно объяснять и показывать довольно-таки сложные вещи. поэтому, друзья, здесь вопрос не стоит, тут у меня он уже в чате пишут, что не получается ли, что мы создаем офшорную или систему, которая не направлена на уплату налогов. Вот как раз Андрей четко и попытался довести мысль, чтобы вы, я просто еще раз ее скажу, чтобы вы понимали, не стоит задача не платить налоги, а не стоит задача работать в услугу структур, которые собирают эти налоги, выстроены так, чтобы на каждом этапе происходило удорожание товара, а конечный потребитель все это оплачивал. Ведь в конечном итоге, друзья, мы с вами оплачиваем все эти налоги. Если товар от производителя до, придя к вам, удорожал 8 раз, от этого кому стало лучше из-за того, что вы большую часть заплатили в налоги. Вот поэтому задача стоит, чтобы более справедливо перераспределялись результаты труда. И, соответственно, человек платил, естественно, все должны платить налоги, и все должны с прибылью платить. Но тогда, когда вы ее реально получаете, а не тогда, когда у вас есть отложенный платеж, вы еще не успели ничего произвести, вы еще не получили никакую прибыль, а вы уже должны во все фонды, вы уже должны по всем налогам, вы уже должны по всем истану. Это неправильный подход. И еще один очень важный момент, который Андрей сказал, я прошу, чтобы вы еще раз просто на это сконцентрировались, что сегодня основное обучение потреб кооперации происходит для тех, кто пытается перейти из акционерного общества или из коммерческого предприятия в некоммерческое, потому что потребительское общество – это некоммерческое предприятие, то есть цель которого не получение прибыли, а удовлетворение потребностей ее участников, пайщиков. Это принципиально разный вопрос. И как раз все вопросы, которые пытаются перевести и натянуть коммерческое мышление на потребительское общество, у них, естественно, в их мозгах включается несварение. И когда мы все проходили обучение на предмет работы потребительского общества, то даже все наши преподаватели, все, кто сегодня уже долгое время в потреб кооперации, они в основном рассказывали выгоды и систему, как можно перейти и оптимизировать определенные вещи, в финансовых потоках, в налогообложения, в различные фонды, платежи и так далее. Так вот, друзья, это как раз коммерческое мышление, которое пытается наложиться на потреб кооперацию. Мы с вами сейчас делаем шаги и идем абсолютно в другом направлении, которое направлено на то, чтобы максимальную выгоду получали ни чиновники, ни владельцы, ни олигархи, которые владеют сегодня основными ресурсами и задачи которых спрятать вот эти сверхприбыли, а задача в том, чтобы максимально эффективно работала система развития, то есть вот как наша сегодняшняя потребка операции, и чтобы она максимально работала на интересы тех, кто в нее входит. Вот это я прошу, заметьте, мы постоянно будем в это вести и постоянно акцентировать на это внимание, что наша задача, чтобы сегодня технологией или месторождением владел не конкретно взятый инвестор или там один акционер, который будет получать максимальную прибыль, а чтобы этот акционер был в как можно большем количестве людей. И соответственно, если сегодня мы вводим процесс линейного города, что сегодня огромная территория становится ресурсом, который сегодня, вы слышали, Трутнев сказал, сегодня стоит ноль, а наша задача, чтобы она капитализировалась и стала реально приносить прибыль. Так вот, наша задача, чтобы прибыль от этого и эффективность от этого получил максимум, кто в этом участвует, то есть член потребительского общества. Если мы через потребительское общество будем запускать проект по капитализации сибирского голода, то есть той энергетики, которая сегодня приходит к нам из космоса, то есть та энергия, которая у нас находится в огромном количестве, а сегодня технологически позволяет ее технологии капитализировать, то мы, естественно, заинтересованы и делаем систему таким образом, чтобы прибыль от этого получила максимальное количество людей. Вот что такое потребкооперация. И как раз вот это взношение, поевой взнос, возврат по его взноса, вот это вот как раз и кредитование через потребкооперацию, вот это как раз наша задача наладить, сделать, чтобы эта система работала, первое, очень надежно, и второе, чтобы она была максимально выгодна и максимально интересна для всех ее участников. Вот, собственно, о чем мы... Так, кто может стать членом ПО, как это сделать? Вот, но это как раз, Елена, все вопросы, которые мы будем ставить вот на нашем телемосту, но сразу анонсируя этот вопрос, могу сказать, что в личном кабинете появится предложение, где вы можете, если вы согласны с уставом, с целями и задачами потребительского общества, если вы хотите стать участником потребкооперации, то вы просто ставите галочку, заполняете заявление и отправляете его нам. Соответственно, это и будет являться вашим согласием на вхождение какого-то сумма взноса. Значит, друзья, это все технологически мы распишем, и вся сумма взноса, она будет не то, что входить, а фактически, кто является уже акционером и это сам является, то это в автомате будет уже являться взносом. Тот, кто будет вновь вступать, то, значит, для него, естественно, будет какая-то сумма устанавливаться, но это, друзья, все техническая часть, которую мы с вами как раз и начнем субботы конкретно показывать и конкретно делать. Так, Денис, как видите, это правильно, что скоро будет бесплатный интернет за счет космического Wi-Fi. Но тут не знаю, что такое космический Wi-Fi. Сейчас, насколько я знаю, идет программа, это не совместная, а Google ведет отдельно программу, а Microsoft ведет отдельно программу. Это то, чтобы повесить спутники как минимум 300 штук на низкогеостационарной орбите для того, чтобы 80% всей освоенной территории Земли за ближайшие 2-3 года покрыть бесплатным Wi-Fi. Соответственно, этот вопрос по бесплатному Wi-Fi. Когда мы говорим по энергии, космической энергии, то это энергия, которая нам сегодня идет из космоса, то, что замораживает зимой лед, и, соответственно, то, что сегодня концепция транспорта второго уровня и быстрого перемещения, она позволяет как раз быстро перемещать этот лед и использовать ту энергию, которая сегодня использоваться как энергия, как ресурс, именно холода, невозможно. То есть, только за счет того, что мы вводим новый оборот питьевой чистой воды в виде пищевого льда, она позволит сразу и ввести новую энергетику. А я как раз приводил не раз примеры, что в тонне льда при минус 20 градусах энергии находится столько же, сколько необходимо, 8 раз больше энергии, чем надо потратить на то, чтобы расплавить тонну железа. Соответственно, с энергетической точки зрения лед это огромный конденсатор, но на сегодняшний момент нет пока технологий, которые позволят использовать эту энергетику и использовать этот ресурс. И только с внедрением транспорта второго уровня, только с запуском технологии Skyway и Transnet позволят ввести и как раз вся логика и построения линейных городов, и освоения новых территорий, она идет из того, что возникает новая экономика, которая даст стимул развития для того, чтобы и осваивались территории, и осваивались эти месторождения, и соответственно, мы с вами, как пайщики, получали очень серьезную прибыль. Так, Денис, это имел ввиду, ну отлично, ответил на этот вопрос. Так, ну что, друзья, я тогда передаю слово еще одному нашему очень коллеге, по-моему, это Леше Суходоеву из Челябинска, который также пришел год назад к нам как обычный акционер, сегодня это один из серьезных сподвижников, директоров, уже и Skyway Invest Group, и уже следующей инвестиционной группы, которая создается, это уже Transnet Group, то есть задача которой это инвестировать в целый ряд проектов, адресных проектов на основе новых технологий. Вот, Леша, тебе слово, я потом в конце сделаю еще маленькое обобщение. Здравствуйте, дамы и господа, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Собственно, я ненадолго скажу свое видение по поводу потребкой операции. На самом деле, действительно, старейшая вообще схема работы, и если говорить про историю, то давайте вспомним вообще, как появились деньги, и какой мерой обмена являлись первоначально золото, серебро и так далее. бартерные меры обмена и так далее. И, собственно, это максимально правильно, на мой взгляд, развиваться именно такими темпами, как мы развиваемся, и закрепляться именно в подобной схеме, именно организационной, как потребка операции. Во-первых, это международная схема, то есть потребка операции. давайте немножко представим, то есть повизуализируем и представим, что уже началось воплощение в железе, собственно, недолго, сейчас уже как это все начнет реализовываться, и, соответственно, к нам в потребку операцию будут входить все новые заводы, поставщики, если это будут какие-то новые направления, то есть помимо технологии Skyway, то это будут новые инженеры, конструктора. Собственно, естественно, хотелось бы, как говорит Сергей Анатольевич, чтобы все это шло, ну, к примеру, как в Европе, почему вот самый большой налог в Европе, потому что там этот налог используется рационально, и хотелось бы, чтобы тот налог, который мы будем платить именно от продажи того или иного продукта, услуги и так далее, он шел именно уже надельные вещи и на пользу, естественно, той стране, в какой наша кооперация будет работать и действовать, а так как это международный вообще союз есть потреб кооперации, то есть будет постепенно вас вводить, собственно, женская потреб кооперация, французская, очень мощная, то есть там фактически миллионы, и я скажу, что это очень серьезная заявка именно на дальнейшее развитие массовое, потому что многие люди, те, которые сейчас не понимают, в том числе и в интернете, вообще, в какой схеме мы развиваемся в юридической, финансовой, то будет абсолютно ясно, абсолютно понятно, и я не побоюсь этого слова, что, возможно, потреб кооперации это для иностранцев даже будет лучше, чем PLC, то есть Public Limited Saucery, к нашим английским коллегам такое вот именно обращение, и этот вопрос все будем вместе изучать, так как, собственно, все сейчас также погружаемся в эту терминологию, тематику, все участники директорского состава в обязательном порядке будут изучать и изучают документацию по потребке операции, потому что ориентироваться здесь нужно и каждый пайщик, который активно желает развивать именно наше направление, ему следует, естественно, разбираться в этом все больше и больше, все глубже и глубже, и замечательно, что у нас будут именно видео уроки, которые, я думаю, получат не меньшую популярность, чем Академия частного инвестора, именно авторские видео уроки Андрея Федоровича Ковратова, и, собственно, я предполагаю на будущее, что многие крупные предприниматели будут заинтересованы в понимании, именно в быстром понимании, в объяснении на простых примерах, как оптимизировать схему работы своего предприятия, соответственно, изучая эти курсы, изучая эти материалы, мы будем расширять сеть нашего влияния, именно Skyway Invest Group и группы компаний, которые будут представлены непосредственно в Испании, и будем достигать тех планов, тех именно расчетов, которые мы как цель перед собой поставили, это миллионы людей зарегистрированных, это абсолютно реальная, и на мой взгляд, именно потребка операции может стать ступенью необходимой к развитию к нашему дальнейшему и упаковыванию в это достойное именно юридическое финансовое обоснование. Собственно, вот такой вот мой взгляд и более распространенный я также скажу на вечернем вебинаре уже с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Сергей Анатольевич, вам снова слово. Благодарю. Нам, она там. Сергей Анатольевич, спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Вот, но, как вы видите, что складывается более такая развернутая и уже ясная картина, то есть, естественно, что это не простое понятие и естественно, что это не то, что пошел, купил бумагу и сидишь, ждешь, глядишь котировки, сколько она сегодня стоит и сколько ты получил прибыли. Это как сегодня большинство понимают инвестирование либо в биржу, либо в какие-то венчурные проекты. Соответственно, мы ставим сейчас более сложное такое понятие и простых понятий здесь уже быть не может, потому что процесс, который сегодня идет и зарождается, он довольно-таки непростой. Спасибо. Так, друзья, видите, периодически все-таки пошаливает наш младший брат, ничего страшного, бывает такое, то есть, он подвисает, но ничего, это самое, надо снисходительно относиться к младшим, поэтому, так, Алексей, да, про промокод тоже скидывает, то есть, это логика, которая сейчас возникла у нас новая. Вот. Так, я надеюсь, все знают, что такое промокод и как им пользоваться и, соответственно, зачем это видно, поэтому я напоминать об этом не буду, кто не знает, соответственно, задайте вопросы и получите на это ответ, это, соответственно, наша такая очень серьезная текущая работа. Вот, придумала ее. Елена, напомните. Нет, Елена, вот специально напоминать не буду, это Ольга Шантина вела, поэтому система, что вот тот промокод, который сейчас введен, он что-то значит. Вот, поэтому это для тех, кто пришел и участвует в вебинаре, поэтому либо задайте вопросы тем, кто есть у нас, кто знает, там приглашали, либо просто на это самое, я не знаю о промокоде, поясните. так, Роман не видит чат. Ольга, а у нас, это самое, абсолютно правильно, Ольга, вот что значит макод, спросите у пригласителя. Вот, да, друзья, давайте я на него, на вебинаре останавливаться, просто узнайте, уточните, я могу сказать, что от этого вы получите определенную там преференцию, определенную выгоду, поэтому, как им пользоваться, соответственно, разберитесь и узнайте, то есть мы ввели такую систему, что на каждом вебинаре будет вводиться промокод, вот, вы его получаете, можете пользоваться и тем самым получая определенную информацию или там, получающую бонус для тех, кто пришел на вебинар, получил информацию и может воспользоваться тем, что есть, то есть это касается только для тех, кто пришел в пришел соответственно на этот вебинар и именно для них вводится такая система. Так, тут вот Владимир и Елена пишут, что не видят чата. Так, ну, тут я ничего сказать не могу, у меня чат идет, все вопросы есть, у меня даже персональный чат, то есть мне писали персональные вопросы, поэтому все работает и следует. Ну так, друзья, давайте я тогда буду подводить итоги, давайте тогда еще раз, какой мы с вами переходим на новый этап, новую работу и как вот мы на прошлых вебинарах уже сказали, что сейчас начинается новый этап, новая работа, связанная это с тем, что Skyway Invest Group у нас оформилась как именно инвестиционная профессиональная группа, направленная в инвестирование в технологию Skyway инженера Юницкого, это фонд прямых инвестиций и он работал и дальше будет работать его задача как раз это доведение информации о проекте Skyway, о том, как она развивается и соответственно инвестирование в акции компании, которые предлагает сегодня командно группы компании Skyway. Исходя из того, что мы профессионально наработали еще ряд направлений, вот по применению и технологии Skyway и ряда других технологий, которые сегодня развивает наша группа, мы подошли к тому, что сегодня возникло ряд направлений, которые дополнительно сегодня дают преференцию для тех, кто работает сегодня с нашей инвестиционной группой. Сначала мы это оформили как ряд адресных проектов, связанных с строительством линейного города, то есть на сегодня труднодоступных территориях, которые будут являться территориями за счет того, что там будут применяться новые технологии второго уровня для транспортировки сибирского холода и сибирской воды, и, соответственно, редкоземельных металлов. Это дает настолько мощный стимул для развития и настолько мощную экономику, что эти города будут строиться по новому технологическому принципу, они будут строиться по новой социальной инфраструктуре и так далее, и так далее, и так далее. То есть это работа, которая ведется и которая сегодня делается в... Ольга, так можно... Сейчас, Ольга, хорошо, я тогда еще 2 минуты закончу и передам слово, тем более у меня интернет опять завис. И тогда по промокоду, да, так сказать, так как это нововведение, вот, очень хорошо, что к этому есть интерес, вот, и как раз Ольга объяснит, так сказать, а со временем приучим к тому, что все будут понимать и новички сразу будут понимать, как компонент. Так вот, друзья, это то, что касается по Евразии и русского холода и, соответственно, русского металла, который продвигается. Еще будет возникать ряд адресных проектов, которые будут уже капитализироваться через потребительское общество Евразии, вот, а мы, соответственно, уже как инвестиционная группа, которая будет называть, которая сегодня уже называется, это Transnet Group, соответственно, наша задача это продвижение и ряда технологий, в том числе и Skyway, и адресных проектов, которые мы сегодня запустили. Поэтому мы расширяем свое поле деятельности и, соответственно, для вас, как людей, которые пришли сегодня в Skyway Invest Group, а потом за нами, кто идет именно в Transnet Group и в адресные проекты, это диверсификация инвестиций, это, соответственно, риски, которые расходуются сразу по нескольким проектам и, соответственно, прибыль, которая будет приходить, она также будет зависеть не только от одного направления, а от многих-многих вещей, связанных с тем, что мы сегодня реализуем. Ольга, передаю тебе слово, а я тогда еще раз перезайду, у меня опять завис интернет. Ольга, включайся. Надеюсь, меня видно, слышно? Ольга, чуть-чуть погромче звук. Поставьте в мультивальной шкале, пожалуйста, как мне. Звук, звук чуть-чуть погромче. Слышно меня? Ага. Сейчас все настройки здесь будут давать на дачу сибу. Все, друзья, должно быть слышно хорошо. Хорошо. Все заново слышно нормально. И хрипит. Хрипит и висит. Сейчас слышно меня. Хорошо? Не-не, Оль, Оль, плохо слышно очень. Хрип, фонит и хрип идет. Так, сейчас Ольга настроится. Вот видите, у меня тоже уже второй раз за вебинар выскакивает интернет. Так, а у меня звук нормальный уже подстроен? Хорошо? Так, отлично. Ну, видите, сейчас у меня выкидывает просто. Ну, сейчас Ольга тогда пойдет. Так, Ольга. Друзья, ну, должно быть сейчас лучше. Не-не, фонит, фонит, Оль. Хрипит и фонит. Сейчас? Сейчас? Сейчас чуть получше. Хорошо, ну, спасибо большое, Сергей Анатольевич, спасибо, Андрей. Полезную ценную информацию сегодня встали. Идет гул. Друзья, ну, я сейчас буду долго настраивать, я просто не собиралась выходить в эфир, поэтому настройки не делала. Давайте вы сейчас попробуете меня понять. Я скажу буквально несколько слов по поводу кода, промо-код, о котором сейчас в чате шла речь. Во-первых, запишите, пожалуйста, этот промо-код S как доллар, большая, 13, дефис, 0,5, дефис 20,15. Этот промо-код действует с 10 утра по московскому времени и до 3 часов ночи следующего дня. Записали, надеюсь. Что дает вам промо-код? Абсолютно каждому участнику вебинара, кто получил промо-код, повторяю, S, большая английская буква S, 13, тире, 0,5, тире, 20,15. Надеюсь, да, все верно, все верно. Нет, после S, Ольга, не нужно, тире, не вводить людей в заблуждение. Вот Николай Кут сейчас правильно написал, пишут просто в скайпе, что не видно чата, не видно чата, почему, я не знаю, у нас здесь почему-то два общей чата и вопросы. Я не знаю, Николай, может быть, эту ситуацию стоит как-то после вебинара решить, потому что два чата, почему-то один заблокирован, а второй люди не видят, в котором кто-то пишет, а другой не видит. Вот надо этот вопрос решить. Так вот, помощью этого промо-кода вы можете получить 5% к тем акциям, которые вы приобрели в этот день. Другими словами, если вы приобретаете обучающую инвестиционную программу 13-го числа, любую, то сверх того, что вы получаете вместе с покупкой этой программы, имею в виду акции, вы получаете еще 5%. Вот это дает вам промо-код. Промо-код можно использовать только один раз в сутки, имеется в виду с одного аккаунта. И действует всего лишь 100 промо-кодов на одни сутки. С большая, Татьяна, не маленькая, а большая. Друзья, буквы имеют значение абсолютно каждый нюанс и значение в промо-коде. Поэтому, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Повторяю еще раз. С большая, английская С, 13-05-2015. Это промо-код, который дает вам возможность получить 5% акций сверху к купленным в этот день. Подчеркиваю, именно в этот день. Да, Ольга, у вас, вы можете использовать прямо сейчас этот промо-код и, соответственно, передаете его новичкам, людям, которые именно на этом вебинаре были. Друзья, этот промо-код нельзя в чат и в скайпе передавать. Только на вебинаре можно его получить. В 20.00 по Москве вы также сможете пригласить новичков, которые получат промо-код и смогут использовать при покупке для получения еще 5% акций. Все, я надеюсь, что всем понятно. И еще один момент. Такой промо-код можно будет получить каждый день, но только на вебинаре. Поэтому посещать вебинары теперь не только полезно для общего развития и понимания нашего проекта, понимания того, куда мы движемся, но и очень выгодно. Я думаю, 5% акций никому лишними не будут. Все, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Спасибо, Ольга. Видите, это наше нововведение, то есть это, понимаете, естественный вопрос, что мы еще будем вводить ряд со временем таких серьезных вещей, что те, кто работает и те, кто ходит на вебинары, чтобы это во-первых, стимулировалось, а во-вторых, чтобы это была определенная поощрение для людей, которые в нашей системе работают. Естественно, что кто не заинтересован, кто не работает в системе получения обучающих пакетов, которые не участвуют в программе акционеров Skyway, то это, естественно, никакого интереса и никакого значения не имеет. Но я думаю, что все-таки, друзья, здесь собираются люди, и мы дальше развиваем это таким образом, чтобы стимулировать, и чтобы это было и полезно сегодня в работе, и, соответственно, могло приносить дальше доход и в будущем, какой будет. Поэтому мы, естественно, что ставим своей задачей и запуск линейного города Евразия, то есть, вы слышали, что сегодня об этом очень много говорят, и это программа, которая сегодня продвигается на самом высоком уровне. Соответственно, мы ее наполняем содержанием, мы наполняем ее техническим решением, мы наполняем ее идеологическим решением. И сегодня на вопрос, кому нужна земля на границе Тывы и Красноярского края, которая сегодня стоит ноль и туда в ближайшие многие десятилетия не подойдет ни линия электропередач, ни дорога, соответственно, как сказал Трутнев, сегодня эта земля равная по цене по всей территории Российской Федерации, на которой 119 миллионов квадратных километров земли, так вот, эта сегодня земля стоит ноль. Соответственно, когда она включится в проект ПО Евразия и через территорию, через эту территорию пройдет линейный город и будет транспортироваться сибирский холод и сибирская вода, то, естественно, что, друзья, на 119 миллионов квадратных километров, которые сегодня располагает Россия, эта земля сразу станет одной из самых дорогих. Вот, соответственно, это тоже очевидно, почему. И, соответственно, мы этот проект дальше развиваем, делаем. Он, естественно, завязан и может быть реализован только с развития технологии, то есть, с развитием полигона в Беларуси, который сегодня развивает группа компаний Skyway. Сегодня мы работаем над тем, что еще ряд ученых подключаются и уже запущен ряд независимых конструкторских бюро, которые тоже создают технологии. для нас это, друзья, тоже только большой плюс, потому что чем больше людей и чем больше команд будет работать в направлении о том, чтобы запустить технологию и капитализировать идеологию линейного города и сибирского холда, то для нас, как Transnet Group, это, естественно, только большой плюс и, соответственно, это все двигается и делается в этом направлении. Поэтому, друзья, давайте мы сегодня и вообще вот эти несколько вебинаров сейчас, то есть сегодня еще в 20 часов, на следующей неделе они будут такие переходные, вот именно мы будем готовить к запуску нашего нового проекта, это Transnet Group, соответственно, который уже делается как более высокая надстройка для того, чтобы финансировать и развивать целую группу проектов, которые сегодня мы за это время наработали и делали. И поэтому, если в последнее время у нас было, что строй Skyway, спасай Россию, это действительно такой очень серьезный сленг, к которому мы сегодня подошли, сделали и который действительно является сутью того, что делает Skyway Invest Group, то у Transnet Group уже несколько более широкая задача и мы уже своей целью ставим Transnet Group, это мы объединяем мир, потому что мы действительно создаем и финансируем ряд технологий, мы создаем ряд проектов, которые будут влиять на то, чтобы вся система объединялась, чтобы сегодня пустые территории осваивались, чтобы те ресурсы, которые сегодня не работают на наше благо, но мы ими обладаем, чтобы они нам приносили соответственно и прибыль, и благо, поэтому Transnet Group, мы объединяем мир, это наш следующий шаг, к которому мы естественным образом подошли и который мы сегодня вместе с нами будем реализовывать. Ну а естественно задача потребительского общества, это системизация этой работы, это упорядочение на этой работы и это на законодательной и юридической основе участие в той работе, которую мы сегодня с вами устраиваем. Ну все, друзья, на этом с вами с кем-то прощаюсь сегодня до 20 часов, настоятельно рекомендую принять участие у нас в 16 числа будет большой телемост, соответственно с включением большого количества и конференций оффлайн, и большим количеством точек включения, соответственно, где мы также, естественно, будем рассказывать о дальнейшем развитии линейного города, ПО Евразия, и соответственно дальше, какие цели и задачи нас с вами в ближайшее время ждут и что мы с вами в ближайшее время должны делать и как мы будем развиваться. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, давайте дальше работать, как вы понимаете, что мы на месте не стоим, нас ждут всех очень серьезные изменения и они исходят из единственной логики, это нашего развития и то, что горизонт целей, то есть те задачи, которые перед нами ставятся, они все более широко раскрываются и соответственно мы семимильными шагами идем к реализации поставленных нами целей. Все, друзья, спасибо за внимание, вот на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова